Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 601 серию. Да, мы уже в 600 сериях. Это так круто, такая большая цифра. У нас с вами осень и сегодня мы играем с семейкой Роллана и Нейтана. Дорис пригласила в гости свою подружку. Ну как подружку? У них, конечно, разница в возрасте большая. Сегодня мы пригласили Риту Уокер, маму Льюиса, чтобы Дорис с ней пообщалась и, возможно, она бы могла научить нас вязать. Я бы хотела, чтобы Дорис немного научилась вязать, но, к сожалению, я такого действия не нашла. Походу, только Симы сами могут обучать, а попросить, чтобы нас научили, мы не можем. То есть, если я зайду со стороны Риты, то я могу научить Дорис вязать, а сама Дорис не может, к сожалению, попросить Риту, чтобы она научила ее вязать. Так что мы ее пригласили, получается, просто поболтать. Вот, а вязать она уже будет сама. У нее тут есть какие-то вот проекты начатые, так что пусть начинает вязать. И рядом с нами Изабелла. Изабелла подросла в прошлой серии. В прошлой, в 600 серии было столько много разных событий. И родилась дочка у Ванессы. И подросла наша Изабелла. Посмотрите, какая она милая. Она очень похожа на Дорис и Ирис. В общем, пошла в маму и в бабушку. И я добавила, как вы видите, ей веснушки. Короче, очень милый, забавный ребенок. У нее хорошая жизненная цель выпала. Она у нас очаровашка. Очень общительная девочка. По-моему, очаровательная она у нас. Что-то такое. Очаровашка, да. Милый ребенок, который хочет со всеми общаться. Но почему-то она грустная. Я так понимаю, что вот у нее мудлет бросили. Но мы же ее не бросали. Я специально сделала так, чтобы Дорис была рядом с дочкой. Вот, чтобы Изабелла была при ней, пока она учится вязать. Давайте попробуем во время вязания спросить у Риты. Может, она может ее обучить? Ну, даже, видите, во время в процессе вязания тоже мы не можем попросить ее научить нас вязать. То есть, мне нужно заходить только со стороны Риты. Ну, конечно, я этого делать не буду, потому что у нас династия, и я только на стримах играю с другими семьями. Так что будем, притворимся, что она нам помогает и наставляет Дорис. Объясняет ей, как правильно вязать, а сами с ней просто пообщаемся. Мелоди, дочка Ванессы, она тоже скоро станет тоддлером. Я не буду с этим делом затягивать. Я хочу, чтобы девочки были подружками. Так что через 2-3 серии Мелоди повзрослеет, и мы будем вместе с ними куда-нибудь отправляться. Может быть, Дорис и Ванесса будут вместе ходить на детскую площадку со своими дочерями. Вот, будет круто, если они тоже будут хорошими подружками. Как, например, вот Ксавьер и Эл у нас стали лучшими друзьями. Они тоже родились приблизительно в одно и то же время, и стали хорошими друзьями. Я думаю, то же самое произойдет у нас и с Изабеллой и Мелоди. Так, ну а мы пока вяжем носки. Вот, я бы хотела, чтобы Дорис еще связала костюмчик для Изабеллы, но, скорее всего, она еще не умеет. Давайте посмотрим. Она может вязать пока чехлы для почтовых ящиков и кашпо. Короче, там нужен восьмой уровень вязания, насколько я помню, чтобы она научилась вязать что-то посложнее. Ну, в смысле, одежду для детей так распустить и дальше вязать одежду. Ну, что мы можем связать? Носки, шапочки. Давайте шапочку свяжем. Мы можем связать одну шапочку для Дорис. Какую мы для нее... О, для Дорис. Для Изабеллы. Какую мы для нее шапочку свяжем? Мне кажется, ей очень подходит голубой цвет. Ну, как-то вот идет он ей прям... Давайте вот это вот с розовыми ушками свяжем. А потом мы можем связать еще шапочку на вырост для Мелоди. Вот, чтобы тоже у нее была своя шапочка. Правда, я не знаю, на кого она будет похожа. Но 100% у нее будут коричневые волосы, каштановые, такие как у мамы и папы. Так что можем приблизительно... Глаза у нее будут или зеленые, или карие. Или, по-моему, и у Кристофера, и у Ванессы у обоих зеленые глаза. Да, наверное, у нее будут зеленые глаза и каштановые волосы. Давайте зелененькую шапочку ей свяжем. У Изабеллы будет голубая, а у Мелоди будет зеленая. Вот так. Так, кстати, Нейтану нужно идти на работу. Давайте его отправим. Когда он вернется, я бы хотела продолжить ему писать. Ему нужно выполнить жизненную цель. Ему осталось написать один бестселлер. Также в багаже у него есть две ненаписанные книги. Мы их опубликуем. Но, ребята, все равно я проверяла. Жизненная цель выполняется именно когда персонаж закончил вязать. Когда персонаж закончил писать книгу, тогда и выполняется жизненная цель. То есть потом ее мы публикуем. Мы уже знаем, бестселлер она или нет. Так, у нас тут дедушка Ролан листья собирает. Видите, какой молодец. Наводит порядок возле дома. Я ему дала задание, чтобы он одну кучу убрал. А он решил убрать во всем доме. Это круто. Это у нас могила пельменя. Вот, я вообще думала в эту семью взять собачку. Потому что, ну, как-то отсюда и пошел у нас род собак. Потому что пельмень был изначально в этой семье. Но мы уже подождем, когда расплодится каштан или шашлык. И вот первого щеночка, наверное, отдадим в эту семью. Ну, посмотрим, конечно. Я обычно отдаю щенять туда, там, где есть дети. Например, пельмосу и... Ну, пельмосу она была одна. Пельмосу мы отдали Элу и Луизе. Потому что они как раз в то время были маленькие. Так что, когда у пельменя родилась пельмоса, мы сразу ее подарили двойняшкам. Вот. А каштана я подарила этим самым, господи. Ну, короче, вы поняли. Каштан это собака Чарльза. Так, Изабелла у нас учится играть в кубики. Она у нас, мне кажется, будет смышленой девочкой. Папа у нее программист. Мама учительница. В общем, ну, должна быть умненькой. Не знаю, какая у нее выпадет черта характера. Но я бы лично хотела попробовать ее врачом сделать. Потому что ее мама мечтала стать врачом. Я хотела Дорис одно время сделать врачом. Она даже прокачивала у нас сочувствие. Играла в набор доктора. Но как-то, к сожалению, не срослось. Может быть, у ее дочери получится. Ну, конечно же, мы еще посмотрим, какие ей выпадут жизненные цели. Жизненная цель, какие у нее будут черты характера. Ну, прям, смотрите, она такая маленькая. Уже прям такая... Мне кажется, она будет писаная красавица. Такая маленькая. Уже прям такая симпатичная. Даже немножко взрослой кажется. Хотя она еще тоддлер всего лишь. Так, мама у нас вяжет. Давайте посмотрим, что остальные персонажи делают. Ирис я отправляла рисовать картины. И, конечно же, она бросила все это дело. Я выбрала... Так, она в туалет хочет. Ну, давайте ее мучить не будем. Пусть сходит в туалет. Так, четвертый навык вязания у Дорис. Она это, видите, все сама прокачивает. Без чьей-либо помощи. Рита нас не смогла научить. Что такое? Ага, занят Толли. Пришла Ванесса. Это круто. Это круто, что пришла Ванесса. Мы ее сейчас пойдем встретим, конечно. Жаль, что она пришла без своей малышки. Так, идем пригласить войти. Ее Дорис пойдет встретит. Вот, но она бы в любом случае не смогла бы взять с собой Мелоди. Потому что Мелоди еще, ну, как бы, в колыбельке. Да что же они все такие ошалевшие ходят. Последнее время Симов как будто всех током долбануло. Так, я теперь хочу, чтобы Ванесса и Дорис дружили. Давайте соберем группу. Вот, у них теперь много общего. У них... Так, сформировать группу. Нам нужно вот с Ванессой группу сделать. У них дочери одного возраста. И я хочу, чтобы дочки дружили. Так, что им придется тоже вместе общаться. Когда подрастет... Давайте сменим одежду Ванессе. Когда подрастет Мелоди... Я хочу... Ну, надо потеплее уже одеть. У нас, видите, осень. Давайте вот в новогодний наряд ее оденем. Когда подрастет Мелоди, я думаю, что Ванесса пригласит Дорис с Изабеллой на дачу. Вот, и там на свежем воздухе две мамы с дочерьми могут провести время. Тем более, они сейчас обе не работают. Потому что, ну, Ванесса вообще у нас не работает. Вот. А Дорис, будем считать, что она в декрете. Пока не пойдет в школу у нас Изабелла. Ну, в общем, не знаю, насколько пока не пойдет в школу. Но сейчас она еще в декрете с малышкой дома. Так что они могут вдвоем съездить на дачу и там как-то пообщаться. Я хотела еще с собой взять на дачу Чарльза. Но тут такая ситуация получается, что-то он не рад был рождению сестрички. Может, ему даже лучше в школу в это время походить. Короче говоря, посмотрим. Так, ну, а Дорис с Ванессой пусть общаются. Помочь исправить отношения. У нее там плохие отношения с кем-то. С Калией, е-мое. И Калия и сюда добралась. Так, Нейтан пришел посмотреть на свою внучатую племянницу. Не знаю, как правильно назвать их отношения. А так, девочка, наверное, уже... Ой, пока мама там болтает, ребенку уже надо и спать, и в туалет, и все на свете. Так, ну, Нейтан у меня сейчас занят. Грета, встань, пожалуйста. Иди вот в шахматы поиграй. Нейтан у нас пойдет писать книгу. Ему нужно написать бестселлер. Писать, продолжит писать. Он у нас что-то уже пишет. Вот, а Дорис, звонит ей кто-то. Так, ну, в общем, неважно, кто ей звонит. Мы пойдем тогда поприучаем к горшку Изабеллу. В общем, займемся ребенком. Так как папа Рэй у нас на работе. Он программист. А, Рита у нас была до сих пор. Говорит, мне уже пора. Ну, хорошо. Так, в туалет хочет Нейтан. Давайте, пусть продолжает писать. Вот и вернулся с работы. Папа наш. Что у него тут с карьерой? У него второй. А, он повышение получил. Ну, ты молодец. Мы тебя поздравляем. Он получил повышение. Теперь он контроллер качества. Контролер. Контролер. Это я анимации переделала. Знаете, там контролеры. Когда делаешь анимацию, вот, когда руку, там ногу ставишь. Это называется контроллер. Который контролирует ногу или руку. И у меня теперь не контролеры, а контроллеры все. Так, иди в туалет. И надо бы нам, наверное, поесть приготовить. Боже, холодильник сломался. Ролан, давай, наверное, ты наймешь мастера. Мне кажется, чинить своими руками не стоит. А то мало ли еще что произойдет. Вот, смотрите, какая самостоятельная девочка. Мама ее посадила на горшок. А она сидит. И не надо ее контролировать. Вот, мама успела себе еду взять. Давайте, сходит она в туалет. И нужно ее покормить. Кстати, ей не хватает внимания. Она, видимо, девочка очень общительная. Поэтому, ну, как бы, хочет побольше, чтобы с ней общались. Чучундрик не забывает про вас во время путешествия. И возвращается с открыткой. Чучундрик вообще молодец. Он нам открытки постоянно подбрасывает. Хороший грызун. Вот, не получается что-то у Изабеллы. Кто у нас тут может есть приготовить? Мои услуги не пригодятся? А холодильник? Мои услуги, говорит, не пригодятся. А холодильник что, сам собою подчинился? Ага. У нас Эрис решила подчинить холодильник. Нет, ну... Тут еще и лужа такая, как еще долбанет. Током будет не очень хорошо в таком случае. Так, Нейтан, давайте попробуешь приготовить. Заменять это очень дорого. Попробует Ролан приготовить. Не Нейтан, а Ролан. Вот, а Нейтан у нас книгу пишет. Пусть продолжает писать, не болтает. Может быть, выполнит уже наконец-то эту жизненную цель. Осталось у него всего лишь один бестселлер написать. Так, Изабелла, у тебя получилось тут? Да, она сходила в туалет. Все, получилось. И она очень хочет кушать. Давайте мама посадит ее. Вот, а это мы уберем. Вот, уберем и выбросим. Так, бабушка, ты будешь что-нибудь делать? Ерундой какой-то занимается. Холодильник она, значит, починить не смогла. И мастера из-за нее мы тоже пригласить не смогли. Пусть она тогда готовит тортик. Холодильник же не работает, но плита-то нормально. Так что, я думаю, что она сможет у нас испечь пирог. Ага, тортик нашла уже какой-то Изабелла. Вообще, самостоятельная девочка. Видите, сама сходила на горшок. Сама сядет и сама будет кушать, готовить. Давайте мама с ней рядышком посидит, пока она поест. А потом уложит ее спать. Кстати, у нас уже 8 вечера. Да, уже 8 вечера. А она не наелась. Она не наелась. Ей мало было той порции. У нас есть еще кусочек. Давайте вот этот кусочек ей дадим. Пусть скушает. Вот есть торт. И пусть тоже сюда тогда присаживается. Я, кстати, видите, Дорис переодела. Уже надо как-нибудь на стриме. Потому что, вот честно, между сериями я просто забуду это сделать. Или лень, или забуду, или то и то одновременно. Нужно наших симов уже одеть всех в осеннюю одежду. Потому что осень близится. Уже наступила. Вот и в календаре. И у нас. Так что их нужно одеть потеплее. Изабеллу и Дорис я к этой серии уже одела. Ну что ж ты спать-то ложишься? Покушай. Скушай тортик. Ты же голодная. Ксавьер пришел. Ксавьер, кстати, у нас на прошлом стриме летал на Бату. В прошлом стриме. Давайте его пригласим. Он решил присоединиться к отряду сопротивления. Блин, он это самое... Тоже немножко того. Ну, в смысле, с ума сошел. Кстати, а почему у Дориса и у Ксавьера есть возможность романтических отношений? Или мне показалось? Не-не-не, слава богу. Это я, наверное, к кем-то другим нажала. Потому что они у нас брат и сестра. То есть они двоюродные. И, как бы, ну, Симс 4 не должно позволять им расцвоить. И, наверное, я на Рея нажала. Вот у Рея с Дорис же романтические отношения. Вот так. Все, Изабелла покушала. И давайте, наверное, папа может спать ее уложит. А то папа был на работе целый день и видел ее. Вот он может почитать ей сказку на ночь. Мне бы хотелось, чтобы она выросла вот именно такой умной девочкой. И, правда, стала врачом, доктором. У нас есть набор доктора. Но малыши, тоддлеры пока еще не могут играть с этой игрушкой. Нужно немножко подрасти. Когда она уже станет школьницей, то мы сможем пользоваться этим предметом. И она сможет прокачивать себе сочувствие. Ну, и, может быть, станет врачом. Ну, опять же, это мои планы. Потому что вдруг ей генератор выберет жизненную цель какую-нибудь злодейскую. И тогда вот все, все это останется позади. И милым ребенком она будет только в возрасте тоддлера. Вот, сейчас она у нас пока очаровашка. А там, что нам подкинет генератор, еще неизвестно. Вот. И, а на папу она похожа цветом волос и веснушками. У папы веснушки. И я ей тоже сделаю веснушки. Ну, а больше ничего у нее от папы, по-моему, нет. Я не смотрела, конечно, на нее еще в молодом возрасте. Не взрослела ее. Цвет глаз у нее от мамы. И вот форма головы, особенно нижняя часть, точно от мамы. Так что, скорее всего, она будет на ирис и на дурис, похоже. Так, у нас тут еду кто-нибудь приготовил. Даже два тортика у нас есть. Давайте, наверное, всех позовем поесть. Так, ну, не всех прямо, кто здесь. Ванесса у нас, Ксавьер в гости пришли. Вот. Изабеллу мы будить не будем. Пусть спит, а остальные пусть покушают. Нейтан, видимо, не написал еще пока бестселлер. Будем продолжать это делать. Сложно выполнить эту жизненную цель. Но я уверена, что он выполнит ее. Будем долго мучиться. И обязательно у нас получится. На прошлом стриме, в 600 серии, у нас Ролан и Ирис выполнили жизненную цель свою. У них она была одинаковая. Они были какими-то там, я не помню, как называлась. Короче, они хотели вот вторую половинку найти. И выполнили жизненную цель. И даже обновили свои свадебные клятвы. Вот, хоть Ирис с тем еще характером и частенько мужа пилит, но все равно как бы любят друг друга и живут в мире и согласии. Так, давайте мы в туалет, наверное, отправим Дорис. И Нейтан, если он покушал, он покушал. Давайте пойдем опубликуем книги наши. Продать права издателю. Кстати, это Славу добавляет. У нас есть две книги, но они уже не бестселлеры. То есть мы узнаем о том, что книга бестселлер или нет, когда Сим ее написал. То есть мы уже знаем, что это не бестселлеры и жизненную цель он не выполнит. А чтобы выполнить, ему нужно именно написать бестселлер. А потом его можно и опубликовать, можно не опубликовывать. Вот, но то, что мы книги опубликовали, мы получили Славу и денег теперь мы будем больше получать, потому что ежедневно Нейтан получает неплохие такие отчисления за свои работы, за свои книги. Так, Ирис пойдет дальше рисовать картину. Кстати, у нас в этой семье есть долг. У нас кредит 50 тысяч, и мы брали кредит на школу. Я это, конечно же, помню все, но мы как бы брали, наверное, кредит на много-много лет, поэтому долго его и выплачиваем. Вот, смотрите, он выполнил жизненную цель, он походу написал бестселлер. Все отлично, он выполнил жизненную цель, у него почти 4 тысячи баллов счастья. Ну и я по старинке выберу все-таки состояние, сказочное богатство. Это одна из самых простых, как мне кажется, жизненных целей. Видите, сразу у него все повыполнялось. Иметь в запасе 35 тысяч. Ну вот, будем собирать дальше. Я бы хотела иметь в запасе 35, а 50, главное, тысяч, потому что за школу мы должны выплатить кредит. Мы брали 50 тысяч, и я, по-моему, говорила, что так как кредит с процентами, мы будем отдавать 55 тысяч. Так что наша задача в этой семье накопить 55 тысяч, а потом их обнулить, ну, типа мы отдадим кредит. Кстати, у меня был даже мод на кредит, у нас был чек, что мы брали кредит, но потом я этот мод удалила, и, по-моему, чек пропал. Но хоть и чек пропал, я все равно помню, что мы должны. Вот, и когда будет у них 55 тысяч, я их вычту, и все. Я бы, конечно, могла и сейчас вычитать, например, минус 25, потом еще 25, но я просто запутаюсь, забуду, и, короче, это будет плохо. Поэтому лучше вот как 55 будет, так мы и их вычтем, и тогда как бы расплатимся за школу. Так, Забелла все спит, она опять хочет кушать. Лучше ее, наверное, все-таки разбудить и покормить. О, Ксавьер убирает, помогает. Мальчики у нас на кухне, видите, орудуют. Рэй готовит что-то, Ксавьер приходил. К Савьеру надо бы обратно устроиться... Селеста пришла. Надо бы обратно устроиться в общежитие, в универ, но он пока у нас на Бату и пытается квесты проходить. Мне, кстати, понравилось вот эти задания, связанные с получением, в общем, титула джедаи или что-то типа этого. Мне кажется, из Ксавьера выйдет крутой джедай, так что я буду дальше его прокачивать, но, скорее всего, на стримах. Или, может быть, даже в серии, может быть, даже в следующей мы поиграем к Савьерам и... Да, наверное, я так и сделаю. Поиграем и посмотрим, что там происходит на Бату. Такс, ты опять бросила книгу писать, писать картину? Да, опять бросила. Но главное, что мы Нейтану выполнили жизненную цель, и все нормально. Все тогда, ребят, буду я на этом заканчивать серию. Вот такая у нас малышка классная, милая, хорошая получилась. Мы чуть-чуть подрастем взросление Мелоди, ее подружки, и будем тогда их вместе показывать. Я бы, конечно, уже и сейчас Мелоди повзрослела, но все-таки слишком рано. Вот мы целое лето ждали взросления Изабеллы, так что нужно еще немного подождать, пока Мелоди подрастет, и разница у них будет в один годик. Ну, да, приблизительно в один год Изабелла будет старше. Все тогда, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok